Здесь многократно обсуждались фильмы, сейчас я попытаюсь предложить на обсуждение мультик под названием Вы, наверное, помните его из детства, про козлёнка, который умел считать до 10 Там телёнок это раз, потом корова это два, свинья это три Ну и в итоге они все стали бегать за козлёнком Козлёнок забрался на корабль, а корабль начал тонуть, капитан корабля, по-моему, козёл Сказал, что корабль выдержит только 10 животных Единственный, кто умел считать до 10, был козлёнок Он сосчитал и корабль волшебным образом всплыл Помните, да, такой мультик? Нет? Да Ну его, по крайней мере, сейчас, в советское время, вот сейчас-то крутили Да, сейчас перестали А сейчас перестали, мало того, на Ютубе очень мало просмотров его Я вот когда про подлощ рассказывал, мультик «Мешок яблок» по сказкам Сутеева У него около 4 миллионов было просмотров Там было около 4 миллионов просмотров Родители ставят 10, по всей видимости, и неоднократно Ну, потому что дети запрос такой имеют А вот Козлёнка, когда смотрела, было просмотров 38 тысяч Вот максимум Но в советское время его... Различается то, что он умел всех читать, пытался просчитать, все обижались О, нет, все восприняли, звери восприняли присвоение себе номера как оскорбление Что неудивительно Да, ты меня посчитал, а потом все оказались на корабле, и корабль всплыл Корабль стал томуть, да А Козлёнок сосчитал, и корабль стал всплывать И на этом всё кончилось Смысл такой, что дети умеют читать это хорошо Вот Значит, ну и далее 7 марта 1277 года Архиепископ Парижский Итьен Тампе огласил 219 тезисов против авероистов Значит, год Вот, и что интересно, это была третья годовщина со смерти Памая Квинского Не случайно была выбрана эта дата Он некоторое время преподавал в Парижском университете Потом в нём была кафедра искусств Нет, факультет искусств А вот Которую возглавлял Сигир Браванский И на основе Там, собственно, коллизия-то в чём состояла На основе Аристотельской Философии Ну, в логике, в принципе Обретённой европейцами Посредством Захвата Ну, или наоборот Освобождения Тут каждая сторона по-своему считает От Мавров Испания Ну, вот вечно это противостояние Там, на востоке и на западе Тогда же ислам охватывал Европу с двух сторон С одной стороны до Вены дошли А с другой до Пелетье, по-моему Да, битва при Пелетье была Вот, и дальше они не смогли пройти И в 1080 году была освобождена Сейчас скажу как Город Гранада, нет? Не Гранада, нет Гранада, это область, по-моему Толедо? Толедо, да В 1080 году была Захвачена Ну, или освобождена От мусульман Толедо В его библиотеке Толедо Насчитывалось 80 тысяч томов Всевозможных Книг Наименований Да, наименований Да, при том, что вот тогда Вот, в 1080 году Весь европейский свод Литературы Ну, прежде всего, религиозный Составил всего стоим наименований То есть на Европу Разом Ухнуло огромное количество Просто интеллектуального наследия И еленского И римского Которое Ну, христиане все это Запрещали Потом просто потеряли и забыли А мусульмане вполне себе Скорее всего, это легенда, конечно Все развивали Ну, может быть Ну, иностранно, что мусульмане оставили эту литературу Потому что, как правило, они считали, что Как вот, кто сжег Александрскую библиотеку Что, типа То, что там не написано в Коране То есть, если там нет того, что написано в Коране Значит, это не нужно Ну, по крайней мере Та часть Исламского сообщества Которое Властвовало в Испании Она была Ну, может быть, может Просто много ученых известных Исламских Поэтому Могли Вот И в Толецкой библиотеке Создалась Школа переводов Переводов и комментариев Самым известным среди них Был Авероис Ну, это в латинской транскрипции А по-арабски Это Ибн Рушт Вот Он На основании Логики Аристотеля Осмысливал Богословие Вернее, в основу Богословия Теологии Он положил Осмысление Ну, переосмысление Логики Аристотеля Ну, если помните Аристотель утверждал, что Бесконечно Потенциально бесконечное Вполне возможно Ну, то есть ряд А актуальное бесконечное Ну, это просто Абсурд И его быть не может И Что неудивительно Поскольку там монотеизма не было При Аристотеле Но как только Возник Монотеизм Сразу же появилось Ну, это в В кавычках Объект для осмысления Ну, потому что Бог монотеизма Это Актуальное бесконечное Ну, нечто И в частности Далее И актуальное бесконечное И понятие Актуальное бесконечное Было полностью приложено К Осмыслению Бога Вот И Где-то вот К середине Тринадцатого века Ну, как усилиями Ну, а вероиска К тому времени уже не было Вот Прежде всего Вот В Парижском университете Вот На кафедре искусств Уже сложилась Вполне Традиция Осмысления Бога И Богу Приписывали Три основных Свойства Значит Первое Это Актуальная бесконечная Полнота могущества Так Ну, давайте Ну, всемогущество Далее Актуальное бесконечное Всеведение Потому что Мало быть всемогущим Надо еще И отдавать себе Отчет Какие-то Последствия Могущества Это может иметь Применение могущества Да Какие последствия Может иметь Применение могущества Поэтому Второе Это Всеведение Ну, всеведение Это еще по-другому Паноптикум Вот Паноптикум Термин Паноптикум Он неправильно Применяется Сейчас По крайней мере Вот И третье Что неудивительно Это Всеблагость И все эти свойства Вот Все эти свойства Одинаково Актуально Бесконечное Ну и тут Нам-то сейчас Не трудно А В средневековой Европе Наверное На это Потребовалось Некоторое время Очевидно Количество Что Количество Возможных Комбинаций Вот этих Трех состояний Равно Восьми Ну Два Третьей степени Вот И Так Их следует Они Давайте Я сейчас Наличие Свойства Буду Плюсом Обозначать А его Отсутствие Или Неполноту Вот Для Бога Сколь угодно Малое Отличие От актуально Бесконечного Чего угодно Вот Всемогучство Всеблагости Или Всеведение Это уже Не Бог Тут же Ну Традиция Такая Теология Вот Ну И Там Очевидно Что Ну Давайте Дьявола Изобразим Сначала То есть Это Отсутствие Отсутствие Всемогущества Всеведения Всеблагости Вот Далее Пошли Ну Дальше Чтобы проще Было Я вот так Все это Сделаю А потом Прокомментирую Вот Ну Вот Здесь Мы Видим Это Собственно Бог Монотеизма Это Наличие Всех Схвост Актуально Бесконечной Полноты Всемогущества Актуально Бесконечного Всевидения Актуально Бесконечного Всеблагости Вот Здесь Мы Видим Сатану Ну Просто Вот Такое Логическое Изображение Сатаны И Некие Промежуточные Состояния Вот И Как только Ну Подобную Или Целый ряд Таких Вот Здесь Кстати Игорь Сколько Может быть Количество Перестановок Во множестве Состоящем Из Восьми Объектов Из Восьми Объектов Ну Вот Восьми Факториал По всей Ему Восьми Факториал Вот Ну Они Каким То Образом Все Это Туда Сюда Гоняли Тут Не обязательно Как Здесь Вот Как У меня Изображено Восьм Факториал Это Очень Много Это Очень Много Немного Какие-то Тетра Леона Не Не Меньше Ну Несколько Тысяч По-моему Меньше Десяти Тысяч Ну В общем Пять Факториала Сто Двадцать Пять Ну Давайте Дальше Считать Сто Двадцать Пять Сто Двадцать Пять На Восемь Сразу Тысяча На Восемь Сразу Тысяча Ну Меньше Сто Семь 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 Шесть И Да Остались Сто 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 Вот От Ну Ну Да Пять Тысяч Примерно Получилось Даже Пять Тысяч Сто Двадцать Двадцать Не Ну Вряд ли Они Вот Такую Вот А Хотя Вполне Возможно И Такую Они Получили Сто Двадцать И Это Важно Вообще Порядок Следования Если Тут Кто Присмотрится Ну Игорь В частности Здесь Упорядочены Они У меня Вот Значит Далее Анализ Вот И Подобный Ну По крайней мере Вот Из-за Восемь Они Очень Быстро Достигли Ну Вот Так А промежуточное Это что Вот Семь 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 Это Плюс Плюс А Всеблагости Нет Ну Давайте Рассмотрим Вот Здесь Нет У Предмета Нашего Рассмотрения Ни Всемогущества Ни Всеблагости Ну То есть Объединён Сигна Ни Невсеведения Да А Здесь Есть Всемогущества Но Зато Нет Невсеведения Невсеблагости Какой-нибудь Царь Ну Это Не Царь Это Тогда Это Иранская Да Это Демиург Да Какой-нибудь Ну Не Это Хороастризм Ахуро-Мазда И Ахуро-Манья Второго Ахуро-Манья Да Они Одинаковые Это В чистом виде Дуализм Ну Не знаю Ну Я Ну Что Неужели То есть Это Вот Это Злая Часть Кто Был Ахуро-Мазда Или Ахуро-Мазда Новорот Добра Ахуро-Манья Вот А Добра Тогда Для него Мы Можем Найти Дуру Всемогущее Ну Здесь Вообще Вариантов Много А То есть Все Благости Это Все Плохие Да Да Ну Отсутствие Вот здесь Вот Вот здесь Вот мы Видим Да Это Войско Сатаны Да То есть Четыре Садника Апокалипсиса Да Да Здесь Их Четыре Садника А там Четыре Благих Чувака Ангел Архангел Да А 34 Ну Вообще Скинь Здесь Три А Четвертый Бог Бог Да А три Это Гаврил Михаил И Святой Угодник Николай Да Ну Видишь Как здорово Я не знал Получается Что Один И от Холмогорда Колы Тридцать Три Николы Да Один Из Архангелов Только Имел Всю Благость Но Не Бел Здесь Речь Не Об Архангелах Это Все Да Суще Тренин По крайней Мере Средневековые Студенты И преподаватели Парижского Университета Они Вот С этих Позиций Начали Осмысливать Бога Вот Именно Так Вариантов Тут Больше Нет Все Здесь Они Полностью Приведены Исчерпаны И нечего Сюда Добавить Ну Современная Математика Нам Даже Современная Булев Алгебра Уножение Собственно Булев Алгебра Да А здесь Четчет Видно Пока Нет Вот И В этой Табличке Сразу Возникает Масса Противоречий И студенты Будучи Веселыми Ну И Преподаватели Тоже Парижского Университета Стали Измысливать Всякие Каверзы Ну Как То Сейчас Самое Распространенное Подойти К батюшке Или К Монаху Какому Нибудь Или К верующему И спросить Пытаясь Поставить Тупик Да Верующий Да нет Может Ребок Создать Камень Которым Не может Поднять И ответ На это Есть Да Это Человек Нет Вот Ответ На это Есть Но Попозже А Студенты И преподаватели Факультета Искусств Ну И теологи Там же Все вместе Были Они Таких Вариантов Напридумывали 219 штук К 1277 Году Вот И они Были Ну Просто Шокирующими Там Допустим Вот Но там Не вопросы Там Утверждения Например Бог Не может Создать Второго Бога Так Правильно Да Вот Далее Бог Не может Грешить Ну Потому Что Вот Это Сразу Исчезает Да Но Это Одновременно Противоречит Божественному Всемогуществу Ну И Далее Значит Интерес Они Сами По себе Интересны Все Они У меня Есть Я Когда Нибудь Их Выложу Долго Искал Очень Интересно Они Очень Разрознены Все Эти Тезисы Авероистов Это Все Это Тезисы Авероистов Да Это Тезисы Авероистов Которые были Осуждены Архиепископом Парижским Этиеном Там Пьев Третью Годовщину А почему Они Авероистами Их Назвали Почему Ну Авероист Заложил Основы Да Привнеся В теологию Ну До этого Августянство Оно было На основе Платонизма Чистого И Тогда Вот Ну Спор о универсалиях Он возник Уже Значительный А то Там нужны Труды Труды Этого Эстогеля Да А как только Появился Комментарий Авероса Да Да Вот И тут же Появились Появилась Ну как Они считали Возможность Изучения Бога То есть Познание Бога Но если Дионисий Арифагид Справедливо С моей точки Утвердал Что Ну Не знаю Кто я такой Чтобы Отдавать ему Должное Это просто Всеми признано Ну Нами Православными Вот Что Бог Не познаваем Если мы Скажем То Эту Тем Мы его И ограничим А Бог Он не Ограничен Вот И святой Дионисий Арифагид Утверждал Что Бог Не познаваем И Не Не Познаваем Вот Потому что Если мы Заявим Что Бог Не познаваем Тем самым Мы уже Какую-то часть Его Познали Ну Вот И все А как Только Появился Собственно В интеллектуальную Практику Вошло Примененный Авероисом Способ Осмысления Посредством Логики Аристотеля Вот Вот тут И Начались Все пряски В этой Европе Мы-то Слава Богу Уже были От этого Изолированы Ну Благодаря 1054 Году И сбежали Пагубы Вот А европейцы До сих пор Не так Кувыркаются Вот И Значит Все тезисы Я сейчас Рассказывать не буду Но самый интересный Из них Он уже Во второй сотне Идет Ну Для появления Числа 0 Самый интересный Значит Бог Ну Представьте себе Бог Не может Вращать Вселенную Но Не может Ее Прямолинейно Двигать Ну Казалось бы Почему То есть Может вращать Но не может Двигать Да Но двигать Ее не может Почему Потому что Вне Вселенной Ничто И при ее Перемещении На том месте Где была Вселенная Возникает Ничто И тогда Бог Становится Причем Что важно Бог монотеизма Оказывается Что он тогда Способен Творить ничто А в традиции Если у нас Бог Монотеизма Это Чистое Существование А значит Поскольку он Бог Это Благо То Противоположность Ему Ну Операция Негации То есть Противоположность Благу Это Абсолютному Благу Это Абсолютное Зло А противоположность Существованию Это Небытие Или Ничто И Бог Будущий Всевлагим Таким образом Если он Двигает Вселенную Прямолинейно Он создает Ничто То есть Свою Противоположность Что тоже Вот По их Выкладке Невозможно Но Они Довольно Быстро Вот Этих Вот Набрали Вот Меня Почему Не Удивляет Что В спорах Любую Атеистическую Литературу Если Взять Советскую Там Набор Аргументов Очень Слаб И Узок Вот На Факультете Искусства Были Более Искусные Люди Причем В 13 Веке Они Набрали Их Целых 219 Штук И Собственно Понятно Почему Именно В монотеизме Число Ноль Так Долго Не Было Потому Что Ноль Это Ничто Его Быть Не Может Да Его Быть Не Может Там Проблема Была Чисто Теологическая Ноль Это Знак Ноль Это Знак Небытия Да Знак Небытия Он Просто Не Мог Быть Легко Выяснить Насколько Это Легко Вот Когда Ноль Появился И Появился Среди Торговцев Это Придумали Венецианские Купцы По-моему Да Ноль Я думаю Из-за Слава Пришел Открыт Ну Не из-за Слава Из-за Слава Из-за 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 У индусов Этой Проблемы Не Было Потому Что У них Бог Вселенная Была Сознана Из-бога Все Было Сознанно Из-бога Поэтому Там Все Благое Все Хорошее Нет Ни Понятия Ни Греха Ни Зла Хотя Кровищу Льют Вот И Поэтому Ноль У них Вполне Жил себе И жил А для Европейцев Это Было Перелом Огромный Для Европейцев Было Ну так Вот Когда Накопилось Очень Много Таких Тезисов Авероистов Этим Очень Взволновало Это Очень Взволновало Рим И Папа Поручил Этьену Тампье Собрать Комиссию Быстренько Она Начала Свою Работу В Январе 1277 Года А Результаты Ее Были Предложены В Париже 7 марта В третью Годовщину Смерти Паме Аквинского Да И Разрешение Это Очень Простое Оказалось И Тут же Сразу Понятно Это Весь Путь Дальнейшей Европы Этьен Тампье Приказал Всем Студентам И Преподавателям Парижского Университета Ну да и Всем остальным Толковать Все противоречия В пользу Божественного Всемогущества Все То есть Может Может создать Может создать Того Бога Да Разрешение Нет Там много Там например Нет Среди них Они единственности Творения Что это Вселенная Ну Вот Мультивселенная Римская церковь Стоит на этом Жестко Что Богом Сотверена Только одна Единственная Вселенная В которой Мы присутствуем Вот И Естественно Там Помимо Прямого Указания На Обязанность Полковать Все противоречия В пользу Всемогущества Собственно Это интересно Вот в данном Докладе Ну Мне это интересно Вам предложить На обсуждение Вот И Там целый ряд Подразделов Которые касались И множественности Миров Вот И по поводу Второго Бога Но главное Что Это Всемогущество Ну И тут же Очевидно Что Для русских В первую очередь Бог Ну Всеблагость Наверное Да У нас Лишь бы Хороший Был Ну А как Еще Тогда Как У европейцев Все противоположно Таким Образом Вот Вот Здесь Мы Видим Европу Подождите А русские Где живут Я не понял А На каком Континенте Видимо Православные Ведут Традиции Да Ну Не православные Не русские Скорее Потому что Русские В московском Патриархате До тех пор Пока До 1918 года Существовал Миссионерский Отдел Направлением Деятельности Которой Была Собственно Россия Ну Вот и Все А где Существовал Ну Сейчас Он может Существовать Вполне Да Не Ну Сейчас Там На Аквику Еще Куда А собственно Россия Не была Почему Сейчас Есть Это Мы же Нигде Нет Сысоевцы Сысоев Вот Они Занимались Попытками Этих Мусульман Прихода Их Православия Не А тогда Совсем По другой Причине Был Такой Отдел Потому что Там Попросту Были Язычники А Староверы То есть Еще Да Ну Да Староверы Ну Надо Отличать Староверов От Староверов Староверы Ну Да Ну Конечно И В России Было И Сейчас Было Можно Такой Отдел Завести Ну Там же И Атеисты Уже И И Пням Молились И Там Чего Угодно Было Вот Ну И У нас В принципе Очень Много Из-за Этого Почему У нас У нас В русской Православной Церкви Там Какая Теология Да По По крайней Мере С Томизм Не сравнить Вот Там Все Остановилось На Божественном Августине Ну Тоже Это На мой Взгляд Но Такой Проработанности Которая Позволила бы Строить Такие Таблички И Создавать 219 Тезисов Если бы Их не Остановили Их бы Еще Больше Скорее всего Было бы Но Самое Интересное Здесь То Что А Ну Вот Здесь Я Европу Нарисовал Вот Она Европа Ну А Вот Это Россия Для нас Главное Чтобы Бог Был Добрый Пускай Он Не Будет Всемогущим Пускай Он Не Будет Всеведующим Но Лишь Был Всевлагим И Таким Образом Отвечая На Ваш Вопрос Никакая Мы Не Европа Ну И Понятно Что Как Только Запретили Рассматривать Все Выходящее За Рамки Всемогущества Сразу Понятно И Ярость Европейцев И Геноциды И Дети В шахтах Пятилетние По 18 Часов Ну Для меня По крайней Мере А А Аудиторию Я предлагаю Просто Об этом Подумать Так ли Это А Какие времена А Те времена Не Ну Положение Политериата Что там В Англии Да Ну Энгельс Писал Там Ездил Смотрел Как дети В шахтах Парают Это уже Там Какой-нибудь 17 18 18 18 Вот Вот Здесь Вот Было Вот Здесь Импульс Данный Этьеном Тампье Он До сих Пор Сохраняет Свою Мой Что значит Для русского Добрый Бог Да Что значит Для русского Я не знаю Как на это вопрос Ответить Но мы не принимаем Ветхозаветные Вот эти истории Которые нам кажется Слишком трешевыми Непонятными И не то Что дух Библии Наши Прославные Не совсем Не Ну есть же Это По законе И благодати Кто написал Тот факт Что крестьян Можем Насиловать Загонять В шахты В России И оправдывать Это тем Что Бог Добрый Вас потом Наградит Это называется Добронос Тут все очень Я тоже На это отвечу Это Русская Модернизированная Элита Делала Вот и все Володя Все просто Так в Европе То же самое Элита А в Европе То же самое Модернизированная Элита Которая эксплуатировала Просто рабочий класс Ну может быть Но он Несколько раньше Чем Да Несколько Расправдывал Остается Всеблагим Богом Нет Мне все таки Представляется Что так далеко От Ены Там пьеда Детей в шахтах Это Слишком далеко Да Это то же самое Что сова и глобус Да Ну в Литин До 8 Да Ну вот сама картинка Очень интересная Конечно А я вот хотел Можно же Вот эти Противоречия Разрешать И некоторым Логическим образом То есть Не Логическим Я вам сейчас скажу Тоже Меня это увлекло Давно-давно Вот И выход-то есть Почему-то Европейцы Не знаю С какого перепоя Решили Что логика Дотварная Ну так Что дотворение Вообще Это же прямо В Библии написано Дотворение Был только Бог Где там написано Что была и логика Поэтому логикой Познавать Бога Нельзя То есть там Ошибались Вот Ну Понятно Да Что Логика Будучи сотварной Миру Может объяснять Явление этого мира Но не может Объяснить Его Творца Потому что Логики Бог Не подчиняется Потому что Бог Существует Вечно До Творения И вне Творения Логика Упражнялись Творения Не может Какие-то Определения Но логика Это не инструмент Для Осмысления Бога Вот и все А если Логика Не инструмент Для осмысления Бога Получается Что Тогда Если Богу Не применил Логику Тогда Тогда Святой Дионисий Арифагин Бог Непознаваем И не непознаваем Что еще Тогда получается Что Может вообще И Бога Никакого нет Потому что Может Если Не применил Логику Может Это все Обман А может Вообще Ну Вот там Торфяновка А может Ее и нет Ну Ну, я же там не был. Кто из вас был? Никто не был, да? На машинах не ездили в Финку? Может, ее и нету. Но это бессмысленно сейчас обсуждать, что этого нету. Ну, есть же рамки доклада, правильно? Финки-то точно нету. Финки нету. Вот. Ну, и теперь, так, ну, давайте, вот это все сотру. А, ну, здесь что интересно? Да, ставьте такая красивая. Быстренько. А сейчас мне ее развернуть надо. И другую знаковую систему. Очень красивая. Значит, вот это вот, сейчас, ну, еще поясню. Вот это вот бог монотеизма чистого. Ислама, это вот тот бог, который... Иудаизма. Иудаизма, да. Такая связь-то вот какая? Между геноцидом там и этим самым всемогуществом? Да, потому что противоречия в пользу могущества толковали. То есть, по сути-то, это был эмоциональный выбор. Эмоциональный, этический, у Итьена Тампье, они просто сказали, быть сильным круто. Что дальше? Ну, другими словами, так разве или не так? Все-таки есть некоторая связь, действительно. Почему? Потому что в основу добродетели, да, не добродетели, а этики, да, и морали, ставили все-таки... Это был этический выбор. Ну, вот мы какие-то разграды... Благость, которая, как бы, казалась бы ничем. Это просто пустая, как бы, уступка правил приличия, быть может, только как благость воспринимать. Ну, как бы, я утрирую, конечно. А всемогущество, да. В те времена это был какой-то, какая-то добродетель или какая-то благость такая, своеобразная, которую выставляли в облоговую грани и уже... И могли перешагнуть какие-то позывы совести там или какие-то рефлексы с этим связанные. Ну, и последнее, что стоит добавить, о 13 веке. Декана факультета искусств Сидера Браманского позвали... Тогда еще инквизиции не было в Рим. Вот. Ну, и грухнули там. Сожгли. Не, его не сожгли, его убили. Просто убили. Но по последствии Данте поместил его рядом с... Фома Эквинским. А зачем его убили? А? Зачем его убили? Ну, сколько он измыслил под его руководством? 219 тезисов. Что это такое? Где каждый бомж может подойти к пастырю и сказать А вот смотри, здесь ты не... Да, и все, и ответить-то нечем. Это... Тогда власть освящалась церковью. Ну, вот, папа короновал королей. И в основе вообще легитимности лежала вера. Не закон, а вера. И даже не столько сила. Да, скорее всего. Ну, или в каком-то соотношении вера и сила. Вот такие... Ну, для разных случаев кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Или какая-то сторона сила или веры была преобладающей. Но, тем не менее, вот эти два важнейших компонента. Ну, и все. И вот он умер. Был убит, остался в истории деканом Парижского факультета искусства Парижского университета. И у Данте в Божественной комедии. Ну, и теперь... А, вот. И к нашей современности. Значит, что видим? Значит, вот это вот бог чистого монотеизма. Вот это вот, как ни странно, это каббала. Если вы Мацеха послушаете, он говорит, не надо, говорит. Ну, это каббалист известный. Вот. Но, почему-то все в аудитории называют мальчиками, девочками, сереженьками, андрюшечками. Ну, такой у них тесный кружок. Вот. Он говорит, не надо преувеличивать Божественное всемогущество, Божественное всеблагости, Божественное всевидение. Ну, Лисках Лурия, как изобрел это в 16 веке, да, по-моему, Каббала. Вот. Вот это Каббала. Теперь, далее. Все варианты. Вот это вот три. Вот эти вот. Это красная метафизика Кургиняна. Ну, вот так вот. Довелось мне это все изучить. Ну, не изучить, это громко сказано. Ну, познакомиться. Ну, это вот по более поздним событиям, если отнес. А кто у него вовсе был актер? Кургиняна. Бог? Бог у него. Он слабый, может быть. Хорошо, слабый. Он не всеведующий. Но он добрый. Он хотел как лучше. Ну, он говорит, что Бог создал островок существования в океане небытия. А берега этого... А берега этого... В кого? Вьетта. Ну, мир бытия досадно малый штрик. Средь небытия пространств пустых. Да. И о его берега, этого островка бьются волны хаоса, которые стремятся его поглотить. А силы добра, ну, в лице комиссаров. Они пытаются удержать... Шлемы-то пыльные на комиссарах? Да, шлемы пыльные. И коммерсары пытаются удержать этот мир от соскальзывания в небытие. Да, это здорово. Так вот стоят по периметру комиссары. Причем эти... И причем это... Это будет происходить... Это ночной дозор. Да. И это будет... Да, это ночной дозор. И причем эта борьба будет происходить вечно. Ну, вот такая вот красная метафизика. То есть никогда... Вернее, волны небытия могут поглотить островок бытия, если повторится метафизическая катастрофа, ну, который считает разрушение СССР, Кургинян. Да, вот, говорит, мы еще раз построим СССР. Причем там СССР-то 2-0, а это чего предполагает? Значит, будет и 3-0, да? Ну, молчаливо. И... 3-2. Да, да, да. Ну, 3-2 будет, но ясно, что, например, 15 не будет уже вообще. Ничего не будет. Ну, 15 не будет или 17. Ну, да, мы говорим. Не, ну, это ты своей надеждой, может, высказываешься. Нет, это так. А у меня надежда такая, что все-таки удастся. Это же известный тезис о том, что если у вас будет 26-й съезд КПСС, то на этом основании ясно, что, например, 50-го уже не будет. Да? Лид, так у тебя действительно его не было. Ну, это же уже ясно. Ну, может быть, конкретно не 50-го, а 51-го, но уже в самом способности нумеровать такими числами съезда КПСС. Ну, понятно, главный-то тезис вот этой вот части, это все, примерно половина. Вроде я... Спасибо.